Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН продолжает новости Анапу-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Железнодорожники готовятся к наплыву туристов. Анапское направление усиливают дополнительными составами и вводят специальные поезда для детей. Программа обеспечения детей-сирот продолжается. Рассматривается вопрос о покупке для них квартир и строительстве домов. Добро пожаловать в налоговую инспекцию. ИФНС проводит «Дни открытых дверей». Витязевский лимонад ныне зона свободная от мусора. После решения главы Анапы об организации круглосуточного поста не было зафиксировано ни одной новой несанкционированной свалки мусора. Напомню, Сергей Сергеев взял ситуацию Витязева под личный контроль. Поддержку главе оказал Общероссийский народный фронт. Обращение о тяжелой экологической ситуации на водоеме было направлено администрацией города в адрес природоохранной прокуратуры. Сергей Сергеев также дал поручение подготовить документы для организации водоохранной зоны на Витязевском лимане. Пока же на водоеме будет вестись круглосуточное наблюдение. Мы выполняем поручение главы города на данном участке сотрудниками муниципального контроля проводится постоянное ежедневное ежесуточное дежурство. За время работы сотрудников на данном участке фактов вывоза строительного мусора в лиман не было установлено. И впредь работы будут продолжаться и мы не допустим, чтобы на данном участке была осуществлена несанкционированная свалка. К 1 мая ветераны Кубани должны быть обеспечены жильем. Такую задачу поставила вице-губернатор Анна Менькова. Краевой бюджет получил средства на приобретение жилья для 222 ветеранов, стоящих в очереди. Цитирую. До 1 мая все нуждающиеся инвалиды и участники войны должны получить квартиры. Выделенные средства должны быть освоены своевременно, подчеркнула вице-губернатор. Программа обеспечения жильем детей-сирот в Анапе продолжается. По информации городского управления по делам семьи и детей, администрация намерена купить 7 жилых квартир в селе Витязево. Предполагается рассмотреть возможность реконструкции готового дома в селе Цибанабалка, где будет выделено 10 квартир и строительство 24-х квартирного дома в селе Джигинка для детей-сирот. В летний сезон из Москвы в Анапу, а также из Смоленского, Новороссийск пустят по одному дополнительному поезду. Их назначат для удовлетворения растущего спроса. По прогнозам железнодорожников, ожидается 12-процентный рост объемов перевозок на Кавказском направлении. Это связано с переориентацией россиян зарубежных на отечественные курорты. Отмечается также, что уже сегодня московский филиал принял заявку на перевозку 90 тысяч детей. Для этого сформируют специальные прямые детские составы, в том числе и до Анапы. Прошлый курортный сезон московская железная дорога перевезла на Черноморское побережье порядка 1 миллиона человек. Из них более 50% следовали в Анапском направлении, 40% в Сочинском, а остальные отправились на Азовское море. В среднем поезда были загружены на две трети. Транспортная инфраструктура Анапы полностью готова к увеличению потока туристов в курортный сезон. Об этом рассказал заместитель начальника полиции Анапского линейного отдела МВД России по транспорту Артур Шакаров. По его словам, полицейские протестировали системы видеонаблюдения, а также записи и хранение изображения. Окрестности железнодорожного вокзала, аэропорта и морского вокзала проверили кинологи. После этого ситуацию там взяли под полный контроль. Плотность снаряда была увеличена на четверть. В руководстве транспортной полиции отмечают, что в период курортного сезона штат полиции планируется задействовать на 100%. Сотрудников просят не брать отпуска с момента начала активной фазы, которая начнется 1 июня. Полицейские ожидают увеличения турпотока на третий или даже более. Четыре анапчанина отправятся на усиление в порт Кавказ. Как отметил председатель общественного совета при окружной транспортной полиции Георгий Шауро, работа на Керченской переправе достаточно напряженная. В целом же впечатление о готовности анапских транспортных полицейских у него сложилось положительное. По порту Кавказ вы и не были, мы там были, посмотрели. Но нужно понимать, что там нужен коэффициент полиции. Вот даже если в курортный сезон, то думаю, хотя бы день за два службы. Потому что условия, инфраструктура, все давно забыты. У каждого мнение, мое может быть объективное, мое может быть субъективное, диктаторства нет. По стойке смирно не надо вставать, так точно есть. Есть два мнения, одно ваше, второе неверное. Но мое мнение, оно в принципе очень положительный отпечаток дало. Очень, ну, будем ли, видно. На Кубани в этом году выявили 29 тысяч человек, работавших по серой схеме. Со всеми теневыми сотрудниками работодатели заключили трудовые договоры в письменной форме. Чаще всего неоформленные сотрудники работают в организациях малого бизнеса, у индивидуальных предпринимателей, занимающихся розничной торговлей, общественным питанием, оказывающих населению транспортные и бытовые услуги. При нелегальном трудоустройстве права граждан, установленные государством гарантии, не защищены. По телефону горячей линии администрации города 4-52-49 вы можете сообщить об известных вам фактах неофициального трудоустройства. И к другим темам. Дни открытых дверей для налогоплательщиков физических лиц будут проходить в инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Анап. Специалисты налогового органа расскажут о том, кому необходимо представить декларацию по налогу на доходы физических лиц и в какие сроки, как получить налоговые вычеты и воспользоваться онлайн-сервисами ФНС России, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения. Дни открытых дверей пройдут 15 апреля с 9 до 20 часов и 16 апреля с 10 до 15 часов в ФНС по городу Анапа по адресу Шевченко 1. И к другим темам. По горячим следам было раскрыто в Анапе разбойное нападение на таксиста. Преступление произошло 7 апреля. Поздно ночью, когда водитель автомобиля привез пассажира по адресу, тот вместо того, чтобы расплатиться по счетчику, ударил таксиста ножом и похитил выручку. О разбой в дежурную часть отдела МВД сообщил сам пострадавший. По данному факту на розыск лица, совершившего преступление, был ориентирован личный состав отдела МВД России по городу Анапе. В результате оперативных действий на одной из улиц города сотрудниками патрульно-постовой службы был задержан житель станицы Новоджирлиевской Краснодарского края, причастный к совершению данного преступления. Вышеуказанный гражданин ранее был неоднократно судим за совершение аналогичных преступлений. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Вышеуказанный гражданин на данный момент задержан и содержится в условиях изолятора временного содержания отдела МВД России по городу Анапе. По сообщению Кубаниэнерго, 15 апреля в связи с проведением ремонтных работ с 12 до 15 часов будет частично прерванное электроснабжение в Просторном по улице Северная и Куматыре по улице Лесная. Дополнительную информацию можно получить по телефону диспетчера Анапска ВРС 542-22 или по телефону горячей линии 8 800 115 52. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости Вы можете найти на нашем сайте. Я с Вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300.